День учителя на объектах атомной отрасли 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 В части использования земель мы никому не мешаем в этом плане. Подготовка к строительству стоянки заняла почти полтора года. Необходимо было решить ряд вопросов, связанных с выделением земельного участка и оформлением его в аренду. Затем это проектирование и поиск подрядчика. И в ноябре, наконец, началось строительство парковки. Срок завершения работ – второй квартал 2019 года. Но в ядерном центре внеев, надеются, стоянка появится раньше. Мы разговаривали с подрядчиком о том, чтобы он, собственно, не тянул время до последнего, а с опережением графика выполнял эти работы. Эта стоянка – первый шаг в решении проблемы нехватки парковочных мест. В планах администрации ядерного центра внеев строительство еще нескольких стоянок. Территории под них уже определены и есть утвержденные и подписанные технические задания. Сейчас отработаем технологию строительства стоянок на этом примере, потому что за последнее время изменилась законодательная и нормативная база, особенно в части соблюдения экологических требований. Потому что кроме самой стоянки нужно обеспечить сохранность окружающей территории и собственной природы. В ближайшие годы администрация ядерного центра внеев планирует построить стоянки в общей сложности на 300 парковочных мест. Об особенностях экспериментов, проводимых со взрывчатыми веществами в Институте физики взрыва Федерального ядерного центра внеев, о преимуществах трудоустройства на градообразующее предприятие, рассказал педагогам и школьникам молодой ученый Дмитрий Бликов. Встреча прошла в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». Почему интерес школьников к этому проекту и лекциям действующих сотрудников РФАЦ внеев растет с каждым годом, выясняла наша съемочная группа. Декабрьская встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли» получилась необычной. Лектор молодой ученый Дмитрий Бликов. В свои неполные 40 лет он уже успел защитить кандидатскую диссертацию и стал победителем научного конкурса горскорпорации «Росатом». Свою лекцию Дмитрий тщательно проработал. В первой части рассказал собравшимся о том, как устроены ядерные заряды, которые располагаются на ракетоносителях стран Запада. Как вы видите, ядерный заряд представляет из себя форму, похожую на арахис. Структурно он состоит из двух частей. На севере расположен так называемый первичный или атомный заряд, а на юге расположен вторичный заряд или, как его еще называют, водородный заряд. Когда я общаюсь с учениками, я им показываю презентацию, рассказываю. Ну, рассказ несколько по-другому построен. Я уже рассказываю о достоинствах внеев. Вот. И, конечно, первая и главная часть – это что такое ядерное оружие, как с этим работать. Это своего рода популярный аспект, который обязательно должен присутствовать. Рассказывая о профессии физика, Дмитрий Бликов уточнил, что мало просто знать предмет углубленно. Чтобы действительно двигать ядерную науку вперед, необходимо захотеть стать лучшим из лучших и быть готовым принять на себя ряд обязательств и ограничений. Работа внеев сопряжена с определенными ограничениями. То есть человек должен понять, что же ему важнее съездить на отдых за границу или же заниматься интересным и, что самое главное, высокооплачиваемым делом. Десятиклассника Захара Кулончакова тоже пугает перспектива из-за работы стать невыездным. Поступать в ВУЗ молодому человеку только через год, но уже сегодня он планирует свое будущее. Один из путей, по которому он хочет двигаться – это работа в ядерном центре внеев. И на это есть свои причины. Отец Захара долгое время работал на градообразующем предприятии. Влад лично испытывал различные заряды. Он работал начальником, по-моему, отделения. Подробностей, конечно, не знаю, секретной информации. Но достаточно интересная профессия, по рассказам моего отца. Проект «День учителей» на объектах атомной отрасли, по словам представителей Департамента образования, изначально был очень важен, в первую очередь, для мотивации учителей школ города. Но однажды на встречу позвали еще и старшеклассников. Эксперимент показал, что интерес к темам, которые поднимают в своих лекциях сотрудники РФАЦ-ВНЕФ, у подрастающего поколения, будущих инженеров и ученых, просто огромен. Для нас это раньше казалось интересным, парадоксальным, что ведущие ученики, например, лицефи гимназии, вдруг начинают оставаться в нашем СРФТИ учиться. И эта волна, она растет. Это одно интересное наблюдение. Я думаю, что они как раз будут пополнять ряды сотрудников РФАЦ-ВНЕФ, за что мы всегда ратовали. Что касается статистики поступления у гимназии физико-математической, они тоже нас радуют. Ребята все больше сдают физику на ЕГЭ и поступают в институты, чтобы потом вполне возможно вернуться в ШФАЦ-ВНЕФ. И я думаю, что один из кирпичиков в этой системе – это как раз подобные мероприятия, которые сегодня происходят. Для педагогов эти встречи – возможность увидеть практическое применение тех законов и теорем, которые изучают в школе. А для старшеклассников лекция проекта «День учителя на объектах атомной отрасли» стал неиссякаемым источником тем и идеей для школьных научных конференций и исследований. Еще одну часть своей лекции Дмитрий Бликов посвятил той ежедневной работе, которая ведется в Институте физики взрыва РФАЦ-ВНЕФ. Вот эти трубы – это экспериментальные методики, которые наблюдают, что будет происходить с этим зарядом после его подрыва. Далее вы видите кадры, что происходит после взрыва этого заряда, снятые на высокоскоростные камеры. Захару Кулунчикову такая демонстрация пришлась по душе. В школе на уроке физики, по словам молодого человека, подобных кадров не увидеть. И в этом несомненный плюс подобных встреч. Подробнее узнал о том, как проводят эти эксперименты, как регистрируют результаты этих экспериментов. Вот об этом знал мало, но теперь знает достаточно много. Проект доказал свою значимость и пользу как для учеников и учителей, так и для самого градообразующего предприятия. Подобные профориентационные встречи будут продолжаться и в будущем году. И помимо представителей отделений, в которых занимаются физикой, математикой и их программированием, лекции будут читать специалисты в сфере биологии, химии и экологии. Создавать кадровый резерв – это важное направление работы в Федеральном ядерном центре ВНЕФ. Вышел первый клип второго сезона проекта «10 песен атомных городов». Проект объединил солистов и творческие коллективы из 18 городов присутствия атомной промышленности. Он проводится в рамках программы «Территория культуры Росатома». Результатом проделанной работы стали 10 клипов, в которые каждый исполнитель привнес атмосферу родного города. В съемках нового сезона проекта приняли участие саровские исполнители. Руководитель коллектива эстрадной песни «Апрель» Центр культуры «Досуга» Рафиацвнеев Ирина Оськина репетирует песню «Аллилуйя любви» из знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось». Эту композицию она исполнила вместе с другими участниками нового сезона творческого проекта «10 песен атомных городов». В первом сезоне на предложение поучаствовать в проекте откликнулись музыканты и певцы из 18 атомных городов. Тогда за три месяца отсняли 100 часов видео. В результате кропотливой работы в студии на свет появились 10 клипов, которые показали всей стране творческий потенциал солистов и коллективов атомных городов. Когда в одной песне соединяются несколько десятков человек, коллективов, солистов разной манеры пения, академическая манера пения, народная манера пения, эстрадная манера. И, конечно, это было очень интересно. Только живое исполнение и оригинальные аранжировки. Изюминка проекта – уникальное сочетание разных музыкальных жанров и стилей. Эстрадные коллективы, солисты народных ансамблей и редкие этнические инструменты. Над проектом «Территория культуры Росатома» трудится команда профессионалов под руководством известного российского музыканта и продюсера Тимура Ведерникова. Музыка, гармония и замечательные песни объединили в одно целое все. То, что мы предполагали, не может сочетаться. Оно сочетается, возраст сочетается. И Тимур у нас только высокого уровня профессионал и музыкант. Он и продюсер, он это все видит. И, конечно же, как говорят, хор ансамбля поет так, как слышит руководитель. Вот как он слышал, он все это смог, и у него очень хорошо удалось. Репертуар проекта выбирали сами жители городов Зато и присутствие атомной отрасли. Перед стартом записи клипов в интернете запустили голосование, по результатам которого определились самые популярные и любимые атомщиками песни. Первый клип нового сезона проекта на композицию «Марш веселых ребят» вышел 3 декабря. И в полном сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как друг и зовет и ведет. Этот проект я могу назвать проект «Радость». Радость творчества, радость музыки. Десять лучших песен атомных городов, они значимы, они интересны, они любимы, и они имеют в себе каждой песне, смысл, гармонию и текст. Ирина Оськина выступала в первом сезоне проекта со своими воспитанниками, образцовым народным коллективом «Горница». Для того, чтобы получить право участвовать в записи клипа, им пришлось пройти отборочный тур. В оргкомитет проекта поступило огромное количество заявок. Среди них были выбраны музыканты, которые примут участие в записи клипов. Сама процедура участия в съемочном процессе и формат исполнения, по мнению музыкантов, отличный опыт. Каждый готовил определенную какую-то песню, какой-то фрагмент. И включается тот куплет, тот фрагмент припева или проигрыш, как музыкантам, например, да, и ты должна или он должен вступить именно в это место, в этой фразе, в этом начале, и нужно попасть. И все это должно быть сразу же мгновенная эмоция, мгновенное честное отношение исполнение в этом маленьком фрагменте, в большой песне. В завершении первого сезона был организован гастрольный тур, в рамках которого в 11 городах присутствия госкорпорации прошли большие галоконцерты. На сценах Домов культуры и на открытых площадках выступали исполнители атомных песен. В него вошли и саровчане. Тогда эти концерты посетило 50 тысяч зрителей. В новом сезоне проекта «10 песен атомных городов» примут участие порядка 500 солистов и музыкантов. Еще больше народа показать, талантливых людей, которые в наших городах огромное количество, они работают, многие работают на производстве, приходят, занимаются творчеством, кто музыкой, играет на инструментах, кто поет. Дата выхода клипа на песню «Аллилою любви» с участием Ирины Оськиной пока держится в секрете. Его премьера станет творческим подарком для всех, кто внес вклад в его создание. А пока руководитель коллектива «Апрель» вместе со своими подопечными готовится к большому концерту, который пройдет на сцене Центра культуры и досуга «Арфеатсвнеев» 16 декабря. Начало в 6 часов вечера. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин